Здравствуйте дорогие друзья! Вас приветствует видеоканал Цейгаус, канал для любителей военной истории. Если вам понравился ролик, не забывайте ставить лайк и подписываться. Итальянская винтовка образца 1891 года системы Каркану, часто также ошибочно именуемая Манлихер Каркану или Поровичини Каркану, была разработана инженером Каркана на государственном арсенале в городе Терни. И принято на вооружение комиссией под руководством генерала Поровичини. Вместе с винтовкой были приняты на вооружение и новые патроны калибра 6,5 мм 6,5х52 мм с гильзой беззакрайной и длинной относительно тупоконечной оболочечной пулей. Имя известного австрийского конструктора оружия Фердинанда фон Манлихера связывают с этой винтовкой потому, что в ней использован магазин его системы, с пачечным заряжанием, хотя и модифицированный, скорее всего заимствованный у немецкой винтовки М1888. Оригинальным решением была пачка на 6 патронов, которую вставляли в снаряженном виде в магазин винтовки вместе с патронами, и которая выпадала из него через специальное окно в нижней части магазинной коробки, после того, как последний патрон досылался в патронник. Это позволило обеспечить более высокую практическую скорострельность по отношению к винтовкам других систем. К тому же в этой пачке было 6 патронов, тогда как в винтовках всех остальных воевавших армий по 5, а у французской винтовки Бертье первоначально так и вовсе всего лишь 3. Патронная пачка остается в винтовке до израсходования всех патронов. После того, как из магазина уйдет последний патрон, пачка выпадает из него вниз через специальное окно под собственным весом. В отличие от оригинальной пачки системы Манлихера, пачка системы Каркана не имеет верха и низа, и может вставляться в магазин любой стороной. В винтовке образца 1891 года имели стволы с прогрессивной нарезкой. Начиная с 1938 года, все винтовки как калибра 6,5 мм, так и калибра 7,35 мм имели стволы с постоянным шагом нарезов. Заменить же новой винтовкой планировали устаревшие винтовки Ветерли, модели 1871-72 годов, и Ветерли Виталий, модели 1871-87 годов, имевшие калибр 10,4 мм. В остальном винтовки системы Каркана имеют с винтовками системы Манлихера очень мало общего. Пехотная винтовка М-1891 выпускалась с 1891 года. Она имела продольно скользящий поворотный затвор. Запирание ствола осуществляется двумя боевыми упорами в передней части затвора. Основание рукоятки затвора служит третьим предохранительным упором. Прицел регулируемый, открытый. Ручной предохранитель расположен в задней части затвора и имеет два положения. Вверх предохранитель включен и вправо огонь. Винтовка имела крепление для штыка. Кроме винтовок выпускались и карабины. Общее количество выпущенных всех моделей винтовок составляло около 3 млн единиц. Карабины выпускались двух видов. Кавалерийский на базе винтовки каркана М-91 был принят на вооружение в 1893 году. Он имел неотъемный складной штык. И второй карабин М-91 ТС был разработан для вооружения специальных войск и выпускался с 1897 по 1941 год. Карабином вооружались пулеметчики, минометчики, экипажи танков и самоходок. Карабин комплектовался обычным отъемным штыком. Между тем, опыт Первой мировой войны наглядно продемонстрировал, что пехотные винтовки имеют слишком уж большую длину. Поэтому между двумя мировыми войнами многие страны мира начали принимать на вооружение своей пехоты модернизированные образцы старого оружия, отличавшиеся главным образом уменьшенной длиной. Вот так по опыту Первой мировой войны и был создан карабин каркана образца 1991-1924 годов, который от модели М-91 ТС отличался постоянным прицелом на 300 метров, который заменил секторный на диапазоне дальностей до 1500 метров. Карабин выпускался с 1924 года. Чтобы повысить действенность огня итальянской пехоты, в 1939 году на вооружение приняли карабин каркана М-91-24 ТС, который был спарен с гранатометом-мортиркой модели 1928 года. Ружейными гранатами из этой мортирки можно было стрелять на дистанцию 400-500 метров. Причем для метания гранат требовалось вынуть его затвор и затем переставить его в эту мортирку. В 1938 году был выпущен укороченный вариант винтовки каркана М-91 под патрон калибра 7,35. Винтовка получила обозначение каркана М-38 и использовалась итальянскими техническими войсками, а также в тыловых частях вермахта, действовавших на территории Италии. Винтовка имела открытый нерегулируемый прицел, выставленный на дальность в 300 метров. В 1940-1942 годах винтовки были перестволены под старый патрон 6,5 на 52 мм. 94,5 тысячи винтовок было поставлено в Финляндию. Интересно, что хотя абсолютное большинство армии мира следом за немцами перешло на остроконечные пули, итальянцы сохранили для своих патронов 6,5 на 52 мм тупоконечные пули. Это объясняется тем, что итальянские 6,5 мм пули имели большую поперечную нагрузку отношения массы к площади поперечного сечения пули и, как следствие, хорошую настильность в траектории, а также давали малую отдачу. Но выяснилась низкая эффективность патрона 6,5 на 52 мм. Как в Эфиопии в компании 1935-1936 годов, так и в Испании в 1936 году этот патрон показал себя с не лучшей стороны. И тогда, в 1937 году, итальянская армия решила перевооружиться винтовкой под патрон нового калибра 7,35 на 51 мм. Как это бывает у армейских, очень часто важнейшим условием технического задания было обеспечение минимальной стоимости перевооружения. При этом работы и над патроном, и над винтовкой велись параллельно. Итогом стала винтовка каркана М38 и два карабина – каркана М38 и М38ТС. Кроме нового калибра и упрощенного прицела, они ничем особенным не отличались от предшествующих им моделей. Под обозначением каркана М91-38 новую винтовку начали выпускать также и под старый патрон 6,5 на 52 мм. Но тут Италия вступила во Вторую мировую войну, что не позволило ей не полностью перевооружить армию, не обеспечить патронами нового калибра в достаточном количестве. А раз так, то чтобы избежать проблем с поставкой в войска двух типов патронов, одновременно было принято решение все винтовки калибра 7,35 мм из армии изъять. Вместе с этим было решено наладить выпуск винтовок старого калибра 6,5 мм, которые обозначались как каркана М91-41. Некоторые источники пытаются объяснить это решение неудовлетворительной баллистикой пуль калибра 6,5 мм при стрельбе из новой винтовки каркана М91-38, длина ствола которой изначально была рассчитана на патрон 7,35 на 51 мм. Утверждается также, что ствол в этом случае должен был иметь длину не менее 780 мм, то есть как раз ствол винтовки каркана М91-41. Есть мнение, что прицел на 300 метров не позволял реализовать все возможности более мощного патрона на дальности применения. Поэтому на каркана М91-41 опять поставили переменный прицел, позволявший стрелять до 1000 метров. Модель каркана М91-41 выпускалась оружейными заводами в Терни и в Кремоне, где за годы войны выпустили около 820 тысяч винтовок. Пик их производства пришелся на 1942 год. На винтовках из Терни в 1941-1943 годах на патроннике сверху имелось клеймо с аббревиатурой FAT, королевской короной и двумя цифрами, обозначающими год выпуска. Позднее на него начали также ставить клеймо военной приемки, имевший вид пятиконечной звезды, то есть символа Республики Италия. Интересно, что эта винтовка выпускалась в Терни до 1953 года и потом еще долго хранилась на складах итальянской армии. Самозарядная винтовка Бреда М1935PG выпускалась с 1935 года. Первоначальная винтовка была рассчитана под патрон 6,5 на 52 мм каркана и могла вести огонь только одиночными выстрелами. Однако по заказу правительства Коста-Рики был выпущен автоматический вариант этой винтовки, допускавший стрельбу очередями и рассчитанный под патрон 7 на 57 мм. Отличительной чертой автоматического варианта было то, что он имел режим огня с принудительным ограничением длины очереди, с отсечкой по 4 выстрела, способствующей экономии патронов при ведении автоматического огня. К винтовке мог крепиться штык. Всего было выпущено 850 единиц, в том числе 400 автоматов. Последнее изменение калибра итальянской винтовки и карабинов имело место в 1944 году, когда Северная Италия была оккупирована немцами. Те начали выпускать итальянское оружие под свой германский патрон 7,92 на 57 мм и производили его до самой весны 1945 года. Удивительно, но сама Италия, обладавшая в общем-то мощным промышленным потенциалом, не только не сумела принять на вооружение современные образцы стрелкового оружия, включая и полуавтоматическое, но оказалось даже не в силах организовать выпуск винтовок и новых патронов калибра 7,35 мм. Субтитры создавал DimaTorzok